Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бисмилля. Говорит, те доводы, которые пришли в этом вопросе, внешне указывают на то, что необходимо сказать именно Бисмилля. И сказал Абн-Науи Лучше сказать Бисмилляхи Рахмани Рахим, а не просто Бисмилля. Сказал Абн-Хагд, Я не видел никакого конкретного довода, которого поддерживала слова имам Абн-Науи в этом вопросе. Что лучше сказать Бисмилляхи Рахмани Рахим, а не Бисмиллях. Значит, правильное мнение в нашем вопросе какое? То, что перед едой человек говорит Бисмиллях. А вот уже перед чтением Кур'ана, допустим, перед открыванием какой-либо суры, говорит как Бисмилляхи Рахмани Рахим. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Каково постановление того, чтобы кушать правой рукой? Говорит хадис нашей главы, то есть хадис Умара Ибн Абисалама, хадис под номером 1050, указывает на то, что кушать правой рукой является обязательным. И на это также указывает хадис Не кушайте левой рукой и не пейте левой рукой, потому что левой рукой кушает и пьет шайтан. И этот хадис придется у нас еще в конце главы. В этом хадисе указание на то, что кто так делает, то есть кушает левой рукой, то он подобен и уподобляется этим самым. Кому? Уподобляется этим самым шайтану. Нам этот хадис приходит у имама муслима со слов Ибн Абдиллах является чем? Является христоверным. Говорит И на обязательность того, чтобы кушать правой рукой указывает также хадис Саляма Ибн Аква который приходит у имама муслима То, что однажды пророк увидел человека, который ел левой рукой и сказал ему Кушай правой рукой Но тот сказал Я не могу кушать правой рукой И тогда пророк сказал ему Да не сможешь ты Говорит Ничто ему не запретило подчиниться этому приказу кроме высокомерия И после этого человек уже не смог поднимать свою правую руку к рту Говорит и мнение о том что кушать правой рукой является не просто желательным но именно обязательным Это мнение высказала целая группа шафиитов и хамбалитов И это мнение высказал Таджи Ибн Араби Атаджи Ибн Абд Шавкани и другие Атаджи Ибн Абд Шавкани То есть если допустим большой поднос в котором допустим еда общая и сразу несколько человек кушает с этого подноса Какое постановление того чтобы ты кушал со своей стороны то есть не завязал на части тарелки или части подноса чужих людей других людей Говорит Ибн Ададжи Ибн Абд Шавкани Говорит а противоречить этому является нежелательным и очень мерзким То есть когда человек ходит своей рукой по всему блюду залезает также на участки еды и на участки блюда и на участки подноса других людей и тому подобное Говорит это является очень кабех то есть очень некрасивым действием но говорит это касается только такой ситуации если поставленная еда одного вида то есть допустим если человек сидит за столом люди сидят за столом и здесь например один вид еды справа от него другой вид еды там еще какой-то другой то есть разнообразие различных блюд в этом случае говорит уже нет такого что ты должен есть только из того блюда которое поставлено перед тобой то есть если перед тобой стоит только апельсин а везде допустим еда например другая не означает что ты должен кушать только апельсин нет в этом случае ты можешь попробовать что различные блюда с различных других мест. Говорит далее. И говорит, почему это является неправильным, некрасивым поведением? То есть, если блюдо одно, еда одного вида, но человек кушает с разных сторон. И у себя кушает, и у других успевают покушать и тому подобное. Почему это является неправильным? Потому что, говорит, когда люди садятся за одно блюдо, то как бы автоматически, по умолчанию, у них понимается то, что каждый, как бы, является хозяином той части еды, которая перед ним. Говорит, если ты берешь с чужого места, то как будто бы ты переходишь границу. То есть, как будто бы забираешь насильно у человека его часть блюда. Говорит, а также потому, что людям неприятно, когда кто-либо залезает своей рукой или своими пальцами в его блюдо, в его часть еды. Говорит, а также потому, что здесь, или в этом случае, как бы проявляется жадность человека и его стремление к еде. То есть, как будто бы, что голодные кушают без адаба, без культуры. А также, говорит, потому что, говорит, это дурной нрав, вместе с тем, что человек ничего полезного от этого не получает. То есть, потому что еда-то все равно одна. Какая разница, будешь ты есть оттуда или будешь есть со своей стороны. Говорит, Если же блюда являются разными, допустим, даже если на одном подносе поставлено сразу несколько блюд, то в этом случае нет ничего страшного, если человек возьмет около себя то, что есть, также около других людей, и они тоже, в свою очередь, будут брать около себя, также около тебя и так далее. Говорит, Потому что в этом уже не присутствуют вот эти вот отрицательные моменты, которые мы перечисляли выше. И так же подтверждается это, то есть, вот данное постановление, и хадис Умара ибн алисаляма, который у нас в главе под номером 1050-ом, подтверждается также хадисом Анаса ибн Малик, который приходит у Бухари и Муслима. О том, что пророк, саллиллаху алисаляма, когда устраивал свадебное угощение, женившись на Зейнаб бин Тужа'ш, сказал людям, И каждый пусть ест с того места, которое перед ним, то есть, пусть не залезает на другие участки блюда. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима, так и является достоверным. И здесь необходимо указать, на мой маум аль-Бухари приходит в подвешенном виде, здесь необходимо указать, потому что в этом, также указание пророка, саллиллаху алисаляма, что это является причиной благословения еды, то есть, благодати еды. Если каждый ест со своей стороны, то это добавляет еде, благодать. Но когда хранишь шайхан, мин хадисы Анас, раллияллаху ану, аннанавия, саллиллаху алисаляма, дурия и латаа. Но, здесь, в этой главе, также есть другой хадис, который приводит Бухари и Муслим, со слов Анаса и дну Малика, то, что однажды пророка, саллиллаху алисаляма, позвали на еду, позвали на угощение. И вместе с пророком, саллиллаху алисаляма, был Анас и дну Малик. Говорит, я видел, как пророк, саллиллаху алисаляма, кушает тыкву и собирает ее с разных мест тарелки. То есть, кушает не только со своей стороны, но как бы со всей тарелки собирает, что от дубба, то есть, вот эту вот тыкву. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима. То есть, здесь получилась непонятность, или сложность, как так. Если мы говорим, что пророк, саллиллаху алисаляма, приказал кушать только со своей стороны, то почему он ел со всей части блюда, или со всей тарелки. Говорит, ухат хамалу аль-Бухари, аляма из алям яхарифм сахиби, карахата далика, джамман бейна дадилла. Имам аль-Бухари сказал, то, что в этом случае имеется в виду, если человек знает, что никто не будет против этого. То есть, в данном случае был кто? Пророк, саллиллаху алисаляма, и его слуга Анас. Анас был его, то есть, никем иным, как слугой. И поэтому пророк, саллиллаху алисаляма, знал, что Анас не будет против этого, поэтому кушался все тарелки. Также возможно ответить, то, что может быть, то есть, Анас уже убрал свои руки и перестал кушать, потому что, может быть, не любил это блюдо, или уже наелся и тому подобное. И пророк, саллиллаху алисаляма, в итоге остался один, то есть, или просто доедал то, что осталось в тарелке. Может быть, необходимо понять, или можно понять этот хадис также таким образом и тому подобное. Говорит, и передал ибн-баттал от имама Малика, то, что он сказал, Говорит имам Мали, если человек находится в кругу только лишь своей семьи или кушает вместе со своим слугой, то есть, он вместе с теми, кто ниже его по положению, допустим, со своими детьми, или со своей женой, или со своими слугами и тому подобное, и знает, что люди не против, если он будет есть со всей тарелки, то, говорит, в этом случае это уже не является запретным или нежелательным и так далее. Здесь он может кушать со всего блюда, со всей тарелки, будь то с его стороны или с других сторон. Но если он знает, что все равно им это неприятно, или это им не нравится, то в этом случае, даже если он хозяин семьи, или отец, и так далее, или хозяин над слугой, все равно необходимо есть с того места, которое перед ним. И так же сказал имам Налик, «Инна маджалят еду Расулли, салаллаху алисалям, или оттаам, ляну алима, анна ахадан, ляя тарах, за рекамин». Говорит пророк, салаллаху алисалям, он ушел со всего блюда, а не только с того места, которое перед ним, то есть кушал эту тыкву. Потому что знал, что никто не будет против этого. «Валяя тхаззарах», и никто не будет противиться, то есть никому не станет это противным. В том смысле, что если кто-то залезает своей рукой или пальцами в твою часть блюда, в Балькану, это Барраку на береме. Более того, известно, что сподвижники, что делали, пытались взять благословение у слюны пророка, салаллаху алисалям, то есть если пророк, салаллаху алисалям, выпил с какого-то места, то есть чашки допустим, то сподвижники старались выпить именно с этого же места, с чашки, который пригубил пророк, салаллаху алисалям, чтобы взять благодать от его слюны. Говорит, «Ва мумаса кьяди». И все старались потрогать руку пророка, салаллаху алисалям, чтобы перенять благословение. «Балькану на таба на руна и на мухаммаде». Даже если он плюнет, что люди пытались поймать этот плевок, и обтирали этим плевком свое тело. «Показали ка маннам, я татадзар мин муакилихи, я жуд лау антаджуль, еду ухи с сахфа». Говорит имам Малик, поэтому если ты находишься с таким человеком, то есть кушай с ним с одного блюда, так что ему не будет противно от того, что ты покушаешь тоже из других мест блюда, то это является разрешенным. «Вахида, ка маннабиу салаллаху алисалям, я кулю вахда у вафихи назар». Говорит Шахмад и Махизан, и некоторые сказали, что пророк салаллаху алисалям кушал один, то есть больше с ним в этом блюде никто не участвовал. Но говорит, это не является верным, потому что в хадисе сказано, «Анна сабима не будет, я был с ним». «Вакада и Махазр», и подобное же сказал Ибн Хазр, который сказал, «В этом хадисе не приходит указание, что он кушал от дуба, то есть тыкву, с тех мест, которые кушали люди». То есть, если мы скажем, что пророк салаллаху алисалям кушал с тарелки, то есть разных ее мест, не означает, что он заходил на те места, которые перед посторонними людьми. То есть, может быть, он кушал с других мест, которые не являются чем местами перед людьми. Говорит, «Вафихи много айдан», говорит Шахмад и Махизан, но это тоже мне кажется правильным разъяснением. Но правильный ответ или подходящий ответ или более верный ответ это то, чем ответил имам Аль-Бухари. То есть, то, что пророк салаллаху алисалям кушал так, потому что он был со своим слугой Анасом и знал, что никто не будет против этого и знал то, что, наоборот, люди будут только за это. И, как мы сказали, также может быть, что уже Анас Абнумалин был убрал свои руки от еды или уже был наелся или вообще не хотел есть это блюдо, то есть тыкву. Поэтому пророк салаллаху алисалям возможно просто уже ее доедал. Ибн Хазм указал на то, что кушать не с твоего места, а скушать из того, что перед другими людьми является не просто нежелательным, но запретным. И это мнение действительно близко к истине, если учесть то, что человеку будет неприятно кушать из того места, которое ты коснулся своими пальцами или своими руками. Говорит Вау Манколь Анишафи. И это мнение также передается от имама Анишафи. Значит, какое у нас правильное мнение в этом вопросе? Какое постановление в нем? Какое постановление того, чтобы кушать с того места блюда, которое перед тобой? Мы говорим, что это являются установленные суммы, относительно которых нет никакого разногласия. Что касается того, чтобы кушать с других мест, которые перед другими людьми, то это является как минимум нежелательным. А если это наносит неприятность человеку, так что он после тебя уже не хочет кушать, то это, то есть недалеко и близко к истине, то, что это может быть даже запретным. Может быть даже запретным. Так, если же человек кушает со своей семьей или со своим слугой, или со своими детьми и тому подобное, и знает, что эти люди, с которыми он ест, не будут против того, что он покушает со всего блюда, то в этом случае, иншаллах, разрешается ему кушать также из других мест, как сделал пророк Сарула в Иосалиме, как это приходит в хадисе Анасу, и Малик, и Малик, и Малик, Хадис под номером 1051. Ван ибн Аббасин, раби Аллаху, анума, а на наобе, салаллаху альсалям, утия бикас атин мин тарит. Ваим приходит рот Ибн Аббаса, что однажды пророку, салаллаху альсалям, принесли тарелку с едой, которая называлась тарит. Факал и сказал, то есть пророк, салаллаху альсалям, сказал, кулю мин джеванимиха, ешьте с ее боков, то есть ешьте с ее, тех частей, которые ближе к наружной части тарелки. И не ешьте с ее середины. Потому что барака, то есть благословение и благодать, спускаются именно на середину блюда. То есть спускаются на середину, а затем распространяются на остальные части блюда. Если ты съешь середины, то не будет ничего, на что могло бы спускаться благословение и благодать. Говорит, этот хадис передает четверо. И это слово принадлежит имя. Приходит именно в сборники имама Аль-Насаи, и естнад этого сообщения является достоверным. Говорит, шахмад Махиза, сахих этот хадис является достоверным. Приводит его Абудауд, а также от Тирмиды, имама Аль-Насаи в своей книге Суна Ман-Кубра, также ибн Маджи. С различными естнадами до Атла ибн Саиба, от Саиды ибн Джубейра, от Ибн Аббаса, и этот естнад является достоверным. И этот естнад является достоверным. Говорит, а что касается Атла ибн Саиба, то хоть он и запутался, то есть его память пришла в расстройство в конце его жизни, но этот хадис от него передает шум оба Атла и Суфья, которые передавали и перенимали от него хадисы, еще до того, как он запутался, и его память пришла в расстройство. Значит, хадис о том, что не нужно кушать в середине блюда, но нужно кушать всего боков, является достоверным. Вопрос, который рассматривается под хадисом 1051. Каково постановление кушать середину блюда, а не с ее боков. Данный хадис, говорит, в этом хадисе, в хадисе 1051, приходит запрет на это, то есть приходит указание на то, что это запрещено. Но большинство ученых по феху считают, что это лишь нежелательно, а не запрещено. Нам шеф Хамдан Хизан говорит, что это мнение в данном случае действительно является правильным, потому что пророк, саллиллаху алисаляму, указал причину эту, сказал, потому что благодать спускается на середину блюда. Отсюда понимается, что если люди даже сидят в середине, то не совершат чего-нибудь запретного. Но просто что, просто решаться какой-то части благословения и благодати относительно этой пищи. Уан-балли им тахрима далека нук-и-ляни-шафи'и ва-кадаби ибн-хазм о-хти-ар-ас-ан-а-ни. Видишь, некоторые ученые указали, что это не просто нежелательно, но запрещено. Это мнение передается от имама шафи'и и высказал его ибн-хазм и выбрал его также имам-ас-ан-а-ни. Значит, в этом вопросе, то есть, как минимум, нежелательность присутствует кушать в середине блюда. И некоторые из ученых даже сказали, что это запрещено. Далее. Хадис под номером 1052. Уан-аби-хурейр это, ради Аллаха, приходит от Абу-хурейр о том, что он сказал ма хаба Расулу Аллаху саляма та аман кат посланник Аллаха саляма никогда не ругал пищу. То есть, никогда не говорил, что это пища, допустим, не соленая или слишком перезоленная и тому подобное. Никогда пищу не ругал. Кан-и-рештага шейхан акадагу Если у него был аппетит и он хотел кушать, то он ел. А если же ему не нравилось и он не хотел кушать, то он просто не кушал. Вот так, как он аллеет, хадис приходит у Бухарии и муслима является достоверным. Вопрос, который рассматривается под хадисом 1052. Ай-бут-та'ан Каково постановление ругать пищу и третиковать ее? Говорит Хадзин Хаджа в своей книге Фатфу Аль-Бари Ай-я-т-та'ан-аль-мубах Говорит Пророк салаллаху асаляма не ругал еду то есть, имеется в виду, если эта еда является какой-то разрешенной. Ам-мал-харам факаны яйбову и язумову и ян-махан Если же еда была запретной, то Пророк салаллаху асаляма порицал ее, так ругал ее, а также что запрещал ее употреблять в пищу. Возаеба баудом ил. ам-мал-айб инкана менджихатин хилка куига ва инкана менджихатин сонга лам юкра Так и некоторые из ученых сказали, то что если блюдо является таковым, то есть является невкусным само по себе, то есть изначально оно так выросло в природе, то ориս то является нежелательным ее ругать. То есть нежелательно ругать пищу. Почему? Потому что Всевышний Алам салад создал ее таким образом. Но если сама по себе пища вкусная, но ее просто неправильно приготовили, то в этом случае не является нежелательным ее поругать. То есть в этом случае уже можно ее поругать. Лишь некоторые ученые сказали, Потому что то, что сотворил Всевышний Аллах, не подлежит критике. А то, что сделали люди, можно критиковать. Говорит, то, что кажется более правильным, это общность. То есть такое, говорит, деление не является правильным. Говорит, нельзя ругать любую еду. Будь то, что она изначально сотворена лишь в Всевышнем Аллахе, ее вообще не готовили, но поставили ее так, как она есть и как она выросла в природе. Или же ее приготовил кто-либо из людей, в любом случае ее ругать является неправильным. Говорит, из самых утвержденных или одной из самых установленных и утвержденных адабов культуры относительно пищи, то, что ее не нужно ругать и критиковать. Как если человек говорит слишком солено или слишком кисло, или наоборот, слишком не солено, или слишком жесткая пища, или наоборот, слишком мягкая, и тому подобное. Поэтому здесь Шаххан Хизам что говорит, что более верным мнением является то, что критиковать пищу не нужно любую. То есть это не является правильным критиковать пищу любую, будь то она изначально так выросла в природе или просто была испорчена тем, кто ее готовил. В любом случае ее говорит, что ругать не нужно. И это является неправильным и не соответствует культуре принятия пищи. Но говорит, если человек питается со своей семьей, кушает со своей семьей, и укажет то, что необходимо добавить, допустим, соли, или в следующий раз говорит, что не нужно так сильно солить и тому подобное, и он знает то, что его семья от этого не обидится, то есть в качестве чего просто поправления, то это ляда особи, то есть в этом нет ничего страшного. Но если он кушает у посторонних людей, или это просто его придирки, что называется, или он знает, что его семья обидится на это, то не нужно ругать эту пищу. Далее. Хадис под номером 1053. У Анджайберин, уравия Аллаху, ану, аль-Амин-Наби, иллях, саллаллаху асаляма, говорит, приходит Аджайберин, иллях, о том, что пророк Аллаха, саллаллаху асаляма, сказал, не ешьте левой рукой, поясни, шайтан, тот, который кушает левой рукой. В этом хадисе приходит довод на то, что запрещено кушать левой рукой, и также это запрещено относительно питья, и то, что все это является действием шайтана, говорит, этот вопрос мы уже отдельно рассматривали ранее. Хадис под номером 1054. Приходит от Абу-Катады о том, что пророк, саллаллаху асаляма, сказал, если один из вас пьет, то пусть не дышит сосуд. Мутафхун Али, этот хадис приходит у Бухари, и Буснули, является достоверным. Хадис под номером 1055. У Абу-Дауда Алибн Аббасин, р.н. Говорит, у Абу-Дауда приходит хадис от Ибн Аббаса, подобный хадису Абу-Катады, который разбирался только что. То есть о том, что нельзя дышать в сосуд, с которого ты пьешь. И в этом хадисе Ибн Аббаса приходит также добавка, что и дуть тоже в сосуд нельзя. То есть есть разница между просто дышать в сосуд и дуть в сосуд. То есть все это является, что тем, относительно чего пришел запрет от пророка, саллаллаху асаляма. У Асахаху Ат-Тирмиди. Этот хадис приходит у Абу-Дауда, его назвал достоверным имам Ат-Тирмиди. Говорит, шахман Танхиза, этот хадис приводит Абу-Дауд в та же Аб-Тирмиди с достоверным и снатом. Значит, хадис также является достоверным. Далее. Вопросы, которые рассматриваются под хадисами 1054 и 1055. Первый вопрос. Каково постановление дуть на еду или на питье? Сказал Аль-Куртубе в своей книге Аль-Муххем. Говорит, почему пророк, саллаллаху асаляма, запретил дышать в сосуд. Говорит, это для того, чтобы вода не заберезнилась тем, что в нее попадет что-либо из слюны или из дыхания человека, который выходит из его рта, или неприятного запаха, который может перемешаться к воде. Говорит, что этот запрет пророка, саллаллаху асаляма, касается вопросов культуры и адаба. Для чего? Для того, чтобы указать на необходимость чистоты. Говорит, если человек будет дышать в сосуде, то возможно, что из его рта в этот сосуд попадет что-то из его слюней. Аль-Буххар он ради, или какие-то неприятные пары, которые есть в его рту. Говорит, и он, затем или кто-либо иной, станет им неприятно пить из этого сосуда. Говорит, запрет дышать в сосуде, это из вопросов культуры принятия пищи. Почему? Потому что в этом есть опасность того, что вода загрязнится, или станет, или приобретет неприятный запах. Или опасность того, что изо рта у человека может что-то упасть, в воду или из его носа. И тому подобное, Аллаху одному лучше известно. И сказал имам Асан Ани в своей книге, В этом хадисе, то есть переваят им на Аббаса, который приходит у нас под номером 1055, говорит довод на то, что запрещено также и дуть сосуд. То есть не просто дышать, но и дуть. В ахраде хадисе Ибн Аббаса, Ахмад, бедалз, и говорит хадисе Ибн Аббаса, приводит имам Ахмад со словом, Пророк, салалу ау ау ассаляма, запретил дуть на еду и на питье. И этот хадис приходит с Аль-Муслата, шейха Мукбиля, значит, запрет этот касается как еды, так и питья. Что у нас получилось? То, что в этих хадисах приходит указание на запрет, как дышать сосуд с едой или с питьем, так и дуть сосуд, которым есть еда или питье. И последний вопрос в этой главе. Бауду л-адаб, аль-дати лам татана, валуа ана хадисы сабита. И вот еще некоторые виды адабов, то есть культуры принятия пищи и еды, пищи и питья, которые не указаны в тех хадисах, которые приходят в наши книги Балюлу Муа. И уритминал-адаб и далека первое. Из этих адабов, То, что после еды необходимо восхвалить Всевышнего Аллаха и восхвалить его. Потому что пророк, саллаху ана хадисы саляма, сказал, То есть всевышний Аллах доволен таким рабом, который съест что-либо из еды и восхвалит его за это. То есть восхвалит Всевышнего Аллаха за это. Или выпит, то есть глоток воды и восхвалит опять-таки Всевышнего Аллаха за это. Ахрадж его муслим. От хадис приходит у имама муслима со слов Анна Сирик Малико, Ради Аллаху Анну. Значит является достоверным. Первое адабное, широко мы поняли, То, что после еды необходимо восхвалить Всевышнего Аллаха, Также после питья. Второе. Агасль аль-яды, Кабдат-таам, Лиманихтаджа, Говорит то, что если человек нуждается в том, Чтобы помыть руки перед едой, То есть они у него загрязненные, Что-либо подобное, То это является также необходимым. Ля-кабдит А'ала, Потому что Всевышний сказал, И свои одежды очисти. То есть если необходимо очищать одежду, То тем более необходимо очищать руки, Так как грязью твоих рук зайдет грязь внутрь тебя. Ва-кабдит А'ала, Также из-за слов Всевышнего, Инн Аллах юхид бут-тавуабин, Ва юхид буль мутатахирин. Поясни, Аллах любит тех, Которые приносят в покаянии, И любит тех, которые очищаются. То есть в этом вопросе приходят только аяты. Ва-ля-мьезут хадисом фель-хасси аленан, Аля-хасли льядын, Кабдат-таам. И нет какого-либо достоверного хадиса, Который бы побуждал к мытью рук перед едой. То есть в хадисах это не установлено. Но приходят вот в этих вот, Или в общностях этого, В этих аятов. Третье, Аля-хасли льядын, Ба-дат-таам. Наоборот, Мыть руки после еды. То есть до этого было что? Мыть руки до еды. Сказах хадисов относительно этого не установлено, Но на это есть некоторые общие аяты. Теперь другая культура, Или адап, Перед принятием пищи и питья. То, что необходимо помыть руки, После еды уже теперь. Но когда суббота Ани-Нави, Салаллаху Алисаляма, Одного гасла еды, Ба-дат-таам. Приходит установлено от пророка, Салаллаху Алисаляма, Что он помыл руки после еды. Ахраджи Анасаи, Эт хадис приводит имам Анасаи, В своей книге, Амалю льёху и л-дайла, Вагиру, А также другие, Со слов Абу-Гурейры, С хорошими снабами. А также приходит у Абу-Давуда, Со слов Абу-Гурейры, О том, Что пророк, Салаллаху Алисаляма, Сказал, Если кто-либо заснул, И на его руках, Что-либо из-за грязнений, Он руки свои не помыл, А потом его постигло что-либо, То пусть пеняет только на себя. И этот хадис является достоверным, То есть его и сна достоверен. Значит, После еды руки мыть, Также является установленным адабом, Принятие пищи. Четвертое, Является желателем, Если человек кушает, То кушает тремя пальцами. То есть, Если человек не кушает, Допустим, Ложкой или вилкой, Но кушает рукой, Тогда желателем является не кушать всей рукой, Всеими пятью пальцами, Так, Задействовать ладошку и тому подобное. Но кушать только тремя пальцами, То есть, Сделать это культурно и аккуратно. Говорит, И не обтирать свои руки, Пока человек не оближет эти пальцы. То есть, Пальцы сначала облизать, А потом только руки мыть, Или что делать, Или их обтереть. И это, брат, не означает, что ты должен влезать свои пальцы, то есть на виду у людей, что называется, издавать различные звуки, чавкать и тому подобное. Нет. То есть иметь в виду аккуратно, так чтобы это не доставило неприятности людям, облезать свои пальцы. Почему? Потому что в них может быть благословение той еды, которая осталась именно на твоих пальцах, так и не вошла в твой организм с той едой, которую ты съел. Сабата далика анн-наби, салаллаху али-саляма, фи-сахихи муслим. Вред это прислово установлено от пророка, салаллаху али-саляма, у имама муслима, со слов Анас ибн Малик, а также Кааба ибн Малик, рада и Аллаху ангума. Вред далее. Пятое. Юстахаббу ла али-саби ассахба. Также является желателем облезать пальцы и тарелку, то есть из которой люди кушали и из нее все съели, то есть в ней ничего не осталось. И опять-таки это не означает то, что необходимо что делать? Облизывать тарелку, то есть демонстративно, перед людьми, издавая какие-то звуки или чавканье и тому подобное, так что это доставляет на удобство и неприятность людям. Но можно это сделать, допустим, куском хлеба или что-либо подобное. Или если человек делает это языком так, чтобы это не делалось демонстративно. Говорит на хадисе Джайбера фисахихе муслим, потому что приходит хадис Джайбера у имама муслима, ананавия салаллаху али-саляма, амара билархтил ассаби ассахба. То, что правил салаллаху али-саляма, приказал облизывать пальцы и тарелку. Вакадий сказал, инна кум ла тадруна фи айи таамикум аль барака. Поясни, вы не знаете, в какой части вашей еды находится благословение и благодать. Шестой юст хабу из-за салкатат аль-люкма ами ахузаа, а юмит ханган аза аякуляха. Говорит в указании на то, что является желателем, если какой-либо кусок еды упал на пол, то поднять этот кусок, убрать от него аль-аза, то есть различное из того, что прилипло к этой еде, допустим, пыль или что-либо подобное, стряхнуть аякуляха и съесть эту еду. И, естественно, если еда является жидкой или упала в какую-то грязь, которая является жидкой, так что эту грязь, допустим, что невозможно оттереть и тому подобное, то здесь уже этот кусок кушать не нужно. То есть имеется в виду только если, допустим, такой кусок еды, к которому ничего серьезного не прилипает, допустим, как кусок еды упал на пол, необходимо его отряхнуть и съесть. И относительно этого приходит приказ у имама-муслима, со слов Джабри-бн-Абдилляя, от пророка, от пророка, с.а. То, что является желателем после еды, убрать остатки еды, которые заостряли у человека между зубами. Опять-таки это не нужно делать демонстративно, всем показывать свои зубы и как ты застаешь из-под зубов, допустим, какие-то остатки пищи и так далее. Нет, имеется в виду, делаешь это, не показывая этого людям, просто для того, чтобы защитить твои зубы от разрушения и тому подобных болезней. Потому что ведь если у человека между зубами остаются куски еды, то это способствует тому, что появляется неприятный запах во рту и также это ослабляет образ, то есть коридные зубы человека. И пришло установлено, вот Ибн-Умара, как-то приходит Му'джим от Табарани, о том, что он сказал. Если у человека между зубами остаются остатки и куски еды, то это приводит к слабости коренных зубов, то есть ослабляет коренные зубы. И это сообщение называл достоверным шеях Ал-Ал-Албани в своей книге Ир-Ван-Лагали. Говорит 8. Является нежелательным кушать слишком горячую пищу, то есть так, что она обжигает рот и тому подобное. И пришло достоверно, вот Ибн-Умара, как это устанавливается в Сунани Аль-Бехахи, о том, что он говорил. Говорит, не кушается такая пища, или не кушается пища, пока не уйдет ее пар. То есть если от еды идет сильный пар, то необходимо немного подождать, чтобы она чуть-чуть остыла, то есть чтобы не способствовать мучениям организма, то есть не обжигать рот и тому подобное. Это сообщение также называл достоверным шеях Ал-Ал-Албани в своей книге Ир-Ван-Лагали. Говорит, в этом вопросе есть другой хадис уже у Ак-Табарани, что от Абу-Гурейра, но уже от самого пророка. То есть прошлое, то, что не кушается еда, пока не уйдет от нее ее пар, это слова не пророка, а кого от Абу-Гурейра. А говорит, есть еще хадис от самого пророка, что однажды пророку принесли такое блюдо или такую тарелку, еда в которой кипела. И пророк поднял свою руку от этой еды, Ак-Аль, и сказал, «Аллахума, лапут имна наарам, о Аллах, не кормин нас огнем». Но в реснаде этого сообщения, Абдулла имна Азид Аль-Бакри, который является слабым передатчиком, и к тому же Беляль имна Аб-Гурейра Маджгуд, который является неизвестным. И этот хадис назвал слабым шейх Ал-Ал-Ал-Албани в своей книге Ир-Ван-Лагали. Но вместе с этим пришло достоверно от пророка, что он сказал относительно еды, чье кипение прошло, то есть она уже не такая горячая, немного остыла, сказал об этой еде, «Эта еда А'л-Ал-Ал-Барака», то есть в ней бараката больше, благословения в ней больше. Этот хадис приводит Ибам Ахмад, Атаджа Аль-Хаким, Атаджа Аб-Га-Ки, со слов Асмы бин-Та Абиба Крассаддых от пророка, салаллаху асалама, и этот хадис помещен в книге Ир-Ван-Лагали также. Значит, что у вас получилось в этом вопросе? То, что является нежелательным кушать слишком горячую пищу, но необходимо подождать, пока она немного остынет, чтобы уже кушать ее после этого. И это опять-таки не означает, что нужно ждать того, чтобы еда стала холодной. Почему? Потому что многие из видов пищи и блюд теряют свои свойства и теряют свой вкус, если остылают. То есть имеется в виду, не есть ее слишком горячей так, чтобы человек обжигал рот, мучился и тому подобное. Так, на этом мы завершили главу о свадебном угощении, того, что связано с некоторыми адабами, культурой еды и принятием пищи и питья и тому подобного. И со следующего урока, иншаллах, приступим к изучению другой, новой главы из Китаба Никах, которая называется Бабуль Касм, глава о уделении ночей между женами. То есть если у человека более чем одна жена. Субханатуллаху аммихамдик, ашадула ла иллянта, астахарула ла иллянта, астахарула ла иллянта.